Деревня Приборова расположена недалеко от места, где сходится Беларусь, Польша и Украина. Деревянные домики, чистые улицы и много зелени вокруг от всего этого веют спокойствием и уютом, но так было не всегда. В годы Великой Отечественной войны этот населенный пункт, так же, как и тысячи других белорусских деревень, сильно пострадал. Немецко-фашистские захватчики сожгли более ста дворов, убили около 250 жителей, много сельчан погибло на фронте и в партизанских отрядах. Об этом знают, об этом сельчане помнят, а памятник, сегодня обновленный, это место, куда приходят, чтобы поклониться героям. Нет такой семьи в Беларуси, у каждого из нас есть память о родственниках, о дедушке, о прадеде, который участвовал в Великой Отечественной войне, погиб в годы Великой Отечественной войны, о земляках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Конечно, каждый из нас, посещая такие места, испытывает чувство огромной благодарности к нашим предкам, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы сейчас жили в мирной Беларуси, чтобы у нас сегодня была возможность мирно существовать. На церемонии открытия памятника собралось немало местных жителей. На новом постаменте плиты с именами 68 сельчан, которые погибли во время Великой Отечественной войны. А это отцы, деды и прадеды, ныне живущих в деревне Приборова. Поэтому для многих торжественное открытие памятника – это слезы на глазах и боль в сердце. Присутствующие возложили венки и живые цветы к постаменту и почтили память погибших минутой молчания. В честь павших героев был дан оружейный залп. В Приборово нет семьи, которой не коснулась Великой Отечественной войны. И у каждого своя история, написанная героическими предками. Своя она, личная, и у семьи Мощуков. День Победы для них особый день, а потому каждый год приходят они к священному месту, чтобы склонить головы и вспомнить. Так было заведено, так есть и так будут делать их внуки и правнуки. Меня родители воспитывали в плане того, что нужно уважать историю свою. Сам я являюсь учителем истории, поэтому и детей воспитываю с такой перспективой, чтобы они не забывали и своим дальнейшим детям тоже передали эту память о тех, кто уже не вернулся. Но очень много сделал для нашей страны, для нас, для ныне живущих. 68 выгравированных имен на плитах памятника – это 68 человек, которые пали смертью храбрых на фронтах, освобождая родную землю и страны Европы. Это мирные жители, которых не пощадили фашисты. И именно к этому памятному месту приходят сельчане, чтобы вспомнить героев, поклониться им и положить маленький букет живых цветов. Уход за памятниками, за такими могилами, за местами и восстановление даже фамилий погибших, потому что до сих пор происходят ситуации, что мы по архивным документам восстанавливаем фамилии людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и до сих пор чистились в наших захоронениях как неизвестные. И, конечно же, ремонт, реконструкция, создание новых памятников – это очень важно для нас как органов власти. Долг нынешнего поколения – хранить память о великом подвиге нашего народа, уважать его стойкость, мужество и передавать это следующим поколениям. И пусть никто не будет забыт, и ничто не будет забыто. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ